Александр, здравствуйте. Вчера вы смотрели, можно сказать, на топовые события боя Минеева и Доврена Ермякова прямо из первых рядов. Как вы увидели? Увидели ли вы конкурентный бой, достойный вот такого большого турнира? Ну, оба бойца были великолепно подготовлены. И, конечно, начало было очень конкурентным. Но, когда я увидел ребят на церемонии взвешивания накануне, и видя форму Владимира Минеева, я понял, что, скорее всего, бой закончится досрочно. Потому что в великолепной форме был Владимир Минеев. И он это доказал, собственно говоря, одержав победу техническим нокаутом, полностью доминируя уже в заключительных минутах боя. И просто соперник практически, ну, рефери остановился, сдался. Потому что это было добивание жесткое. И Владимир просто меня, на самом деле, я видел практически, ну, все его бои в рангах ММА. И вот вчера это был его, наверное, ярчайший бой. Может быть, можно вспомнить с Магоменом Исмаиловым, где он меня тоже удивил. Потому что он базовый кейп-боксер, многократный чемпион мира по различным версиям. И завоевать ничью с борцом, то есть быть с ним конкурентным в партере, вот это для меня был сюрприз. Поэтому я аплодирую, аплодирую стоя. Вы согласны фаворит тогда? Перед боем домом Мага фаворит все-таки? Ну, да, учитывая, в общем-то, небольшое количество боев по ММА Владимира Минеева, и зная, что Мага базовый борец, я, конечно, думал, что в разряде, если бой будет переходить в партер, то там, конечно, будет доминировать Мага. Но это мы говорим о том бое. Ну, а вчерашним, да, Даурен Ермяков, конечно, он очень хотел, и был шанс такой завоевать титул чемпиона Fight Night Global в среднем весе. Но Владимир Минеев не дал ему этого сделать. У меня провокационный вопрос. Вы согласны с результатом ничья в поединке Минеева и Измаилов? Да, я согласен, вы знаете, потому что там с переменным успехом шел бой. И первые раунды, наверное, забрал первую половину Мага, а вторую половину точно совершенно Минеев, потому что он, я разбивал его жестко. А напрашивается ли второй бой этих спортсменов? Мне бы, да, мне бы очень хотелось увидеть этот реванш, но сейчас видите, какая ситуация. Минеев дерется в Fight Night, а Магомед Исмаилов в ACA. У него вроде контракт закончился с ACA, не так? Да, если закончился, то это возможно, потому что он, конечно, интересен, этот реванш, потому что все хотят все-таки выяснить. Но я могу сказать, что с тех пор Мага Исма стал опытнее, стал лучше. И одержав победу ярчайшую над Александром Емельяненко, он доказал это. Вы общаетесь с руководителем Fight Night, с Камилом Гаджиевым, с руководителями ACA, Мурбеком Хасиевым, Аликсенко и так далее. Вот они что-нибудь говорят об этом бое? Они желают его увидеть? Как-нибудь появляется интерес? Я не слышал, я услышал от Камилы Гаджиева, желание сделать этот реванш, но не слышал от Майербека, не слышал... От спортсменов? От спортсменов, все спортсмены хотят это, и все зрители хотят это увидеть. Ну, самих Измаилов и Минеева, а у них желание... Вот вчера Минеев подколол Магу Исму, он выскочил в октагон, и, в общем, там, так, они немножко зацепились, и, конечно, они сами этого безумно хотят. Каждый хочет доказать, что он сильнее. Просто их имена еще оба связаны с Александром Емельяненко, а Александр Емельяненко сейчас, как воспринимается ваш, как боец? Вот то, как он себя провел в поединке с Измаилом. Делает его еще интересным в поединке с Минеев, ведь этот бой тоже планировался? Да, планировался такой бой, и я могу сказать, что, конечно, в том бою Магомед Исмаилов просто, ну, я не знаю, он, я уверен, что он настолько удивил и поразил Александра Емельяненко, он не ожидал, во-первых, не ожидал такого напора, он ждал, ну, перевода в партер, грубо говоря, и не ожидал, что даже в стойке его, фактически, там, Мага Исма, средний вес, его натурального тяжа зацепит так жестко несколько раз, и вот это для него явилось наверняка сюрпризом. Аж когда после хороших ударов он переводил его в партер, и там Александр, в общем-то, боевой самбист и чемпион мира многократный, я был удивлен, что он, ну, не оказал того сопротивления, которого я ждал от него. Про поединок Александра Поветкина и Елена Вайта, я понимаю, вы сдружите со всеми там российскими боксерами-промоутерами, и вам необходимо быть политкорректным, все-таки, вот вы сколько верили в победу Александра перед этим боем? Ну, я всегда верю в победу Саши, потому что недаром он носит прозвище «русский Витязь». Это человек, который в любом состоянии опасен, даже если он, я не знаю, будет уже еле стоять на ногах, но он будет идти до конца, он никогда не сдастся, и еще раз повторюсь, он всегда опасен, и доказал этого вот в поединке с Уайтом, потому что, побывав в двух нокдаунах, он, в общем-то, наверное, этим самым невольно, ну, конечно, никто хочет оказаться в нокдауне, специально этого не делается, он усыпил длительность Уайта, а эта комбинация, которую он провел, она многократно отрабатывалась на тренировках. Вот этот левый хук отрабатывался, потому что, если посмотреть его предыдущие бои, он очень часто использовал с уклоном левый хук, и вот на этот левый хук напоролся бедолага Уайт, который говорил, что он сотни раз отрабатывал на тренировках защиту от этого удара, но в этот раз он говорил, что, ну, Поветкин, собственно говоря, его, он еле стоял на ногах, и, так сказать, я только и ждал там, что мне удастся его добить. А этой формы, этой заготовки хватит Поветкину для реванша, для успеха в реванше? Ну, у него огромный арсенал. Дело в том, что база Александра Поветкина, любительская база, не даром же он олимпийский чемпион, у него великолепный арсенал и тяжеленные нокаутирующие удары, поэтому я уверен. Единственное, минус его – это возраст. Конечно, возраст, он властен над всеми, и ему, конечно, как можно скорее надо вот сейчас вот реализовать вот тот порыв и ту возможность, и я буду очень желать ему этого. Вы считаете его фаворитом в этом втором поединке? Да, да, буду считать и буду болеть, потому что и непосредственный бой с Уайтом дал ему опыта, и команда его будет готова в лучшем виде. Уже встретиться с Уайтом совершенно, так сказать, в новом качестве. Александр, а вам больше нравятся вечера бокса или ММА? Вы знаете, на самом деле бокс – это классика, это то, в общем-то, основа всех основ, и недаром его называют бокс, его величество. Но, к сожалению, вы знаете, вот в моей практике подавляющее, 90% турниров идет по правилам ММА. Почему? Потому что в нашей стране удивительным образом этот вид спорта пришелся настолько по душе, настолько по душе менталитету российскому, что вне зависимости от того, есть ли звезды, нет ли звезд в турнирах по ММА, набиваются полные залы. Бокс, если там нет звезд первой величины, никогда большой зал не соберет, к сожалению. Вот я не знаю, в чем дело. И, конечно, мне бы очень хотелось бывать чаще на вечерах бокса, потому что, действительно, это грандиозно, это классик, особенно на таких турнирах, где проводятся бои за титул чемпиона мира. Вот завтра Харитонов будет выступать, вы побудете на таком вечере. На ваш взгляд, это авантюра для Сергея или это равный поединок? Или это авантюра для Уильямса? В общем, вот хорошее замечание, потому что, если Уильямс с таким арсеналом, с таким багажом, с таким количеством проведенных боев, если он вдруг проиграет, а я уверен, что Серега пойдет как настоящий десантник, как настоящий русский богатырь, вперед, формат боя, 6 раундов, по-моему, да? 4-4. 4? Да, на самом деле, сегодня висит 4. А, 4 раунда. Ну, тогда вообще еще больше у Сергея шансов, потому что я, так сказать, за функциональную подготовку немножко переживал. Если это 4 раунда, то еще больше у Сергея шансов, потому что он, ну, его база бокс, и начинал он с бокса, и был даже чемпионом, если, мне помнится, по-моему, даже России в Самаре, когда-то проводился любительский чемпионат, и он был. Может быть, я ошибаюсь. Поэтому я, конечно, буду болеть за него, но Уильямс сказал, что он покажет, что такой настоящий профессиональный бокс Сергею Харитонову. Это будет очень интересно. Про поединок ММА, который носил много чепотанельный характер по результатам, или как-то по решениям, не знаю, Вартаняна и Кокова. Вот в вашей практике в Кокове был в таких случаях, когда руководитель какой-нибудь, ну, или промоутер, организация, вот выходит на ринг и что-то там вот объясняет, ну, типа, вы неправильно все посудили. Ну, в мировой практике это не принято вообще. В лиге ACA и бывшей ACB Майорвег Хасиев, он, ну, как сам действующий спортсмен, ветеран по джиу-джитсу, он берет на себя право, может быть, это абсолютно, абсолютно правильно, потому что он не человек, так сказать, функционер со стороны, а он спортсмен. И, кстати, он является бронзовым и серебряным чемпионом Европы среди ветеранов по джиу-джитсу. Если он видит вот такую несправедливость, он обращается, естественно, из его недовольства обращается к судейскому корпусу. В лиге ACA 5 судей, и все 5 судей поставили единогласным решением победу в Артаняну. Внешне, вот я могу сказать, я был, внешне дилетанту, человеку, те, которые не подсчитывают количество, там, ударов, количество переводов в партер, даже если партер-перевод, то насколько это топастен партер для человека снизу, тот, который переводит, и вот все это надо подсчитывать. Я не берусь судить, но внешне, мне казалось, что Коков выиграл. Мне казалось вот так. А можете сказать, по раундам, какое было впечатление, какие раунды точно Коков выиграл? Ну, мне трудно судить, потому что первые, 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 наверное, раунды он выиграл. Я же не судья, но вот так вот, чисто вот со стороны, я как зритель, например, смотрел, у меня складывалось впечатление. Но я знаю, что этот бой просмотрели многие уважаемые, Херб Дин в том числе, и Херб Дин сказал, что да, Вартанян выиграл. А он лучший рефери UFC, самого престижного промоушена мирового. И, конечно, нельзя не доверять словам этого человека. Это есть чё? Нет. Просьба в заключение. Давай. Пара слов болельщикам бокса и ММА по традиции. Друзья мои, на самом деле, люди, которые выходят на ринге и в октагоне, это самые главные действующие лица, потому что ребята, которые выходят сражаться с равным по силам соперникам и подвергают свою жизнь серьезному не здоровью, я имею в виду, риску, они достойны огромного уважения. И давайте смотреть турниры по боксу, турниры по ММА, поддерживать бойцов, вести их вперед. И, собственно говоря, эти все бои делаются только для того, чтобы доставить нам, зрителям, огромное удовольствие. У меня еще один вопрос неожиданно возник, поскольку я уверен, в комментариях об этом напишут, у вас очень необычное... Как сказать? Ну, это, видите, вот такая... Это, видите, вот все связано, понимаете. Я люблю хард-рок, и, кроме того, я и моя супруга, мы байкеры, и состоим в нашем питерцем клубе Ленинград Чаптер Раша, владельцев Харли Дэвидсон. Мы вместе катаемся на мотоциклах, она на своем, я на своем, и мы любим рок-н-ролл, и вот такой... Образ жизни. Образ жизни, да. Свободный, независимый, и поэтому я в части какой-то атрибутики я всегда одеваю на себя, чтобы вот... Вот, 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 даже вот, видите, вот такой браслетик. Ну, это здорово. Скажите на три любимые группы рок-н-ролла. Ну, это Deep Purple, наверное. Я помню, ну, ACDC это вообще. То есть я езжу на мотоцикле только, в основном, под музыку ACDC. Ну, Deep Purple, как с самого начала. Ну, и... Хард-рок, Битлз, конечно, не отнесешь к этому, но они являлись зачинателями всего. Если бы не... Я не услышал в 66-м году песню Can't Buy Me Love, я бы, наверное, вообще не стал тем, кем я есть на самом деле. Потому что я стал профессиональным вокалистом и начинал я именно с хард-рока. И далее в нашей стране, в флент-концерте в частности, рок никому был не нужен. Мне пришлось освоить русское народное творчество, эстраду и так далее. В общем... А сейчас вы смогли спеть что-то из этого там ампертуара? Запросто. Запросто. Что, немножко можно, да? Я могу фрагмент... Мне очень нравится лирическая песня «Солдаты Фортуны» Дэвида Коммердейла. И чуть-чуть я вам стою. Довольте. И так далее. Слушайте, фантастика просто. Я думаю, что вы скоро сможете что-то считать вокалистом. Какой-нибудь франц-групп. Нет, это уже в прошлом. Я сейчас с удовольствием на автопати. Боксерских вечеров и вечеров ММА. Зная организатора, что я вокалист. Просит меня спеть что-нибудь. И я, конечно, с удовольствием не отказываю. Там Джеймса Брауна или еще что-нибудь зажигаю. I feel good. Всегда и во все времена.